В новой рубрике «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, чего дети и родители ждут от нового учебного года. Пойдемте. Я очень соскучилась по школе, так как полгода мы никуда не ходили, сидели на дистанционном обучении. И я очень жду этого 1 сентября, когда наконец я увижу своих одноклассников. Все закупаем. Тетрадки, обложки, ручки, концтовары. Ну ждем самых, не знаю, чего-то хорошего. Я думаю, что если купить все самое необходимое, то нужно выложить приличные деньги, чтобы подготовить ребенка к школе. Надоело дома сидеть. И знания хочется получить. А вот расскажите, как считаете, лучше дистанционно обучаться или все-таки очень? Дистанционно тяжело на самом деле учиться, потому что когда у тебя учитель рядом находится, и с ним можно намного легче общаться и легче понимать все это. А когда ты дома находишься, на самом деле тяжелее учиться. То есть материал воспринимается тяжелее. Честно, во время пандемии было очень сложно. Во-первых, было и обучение сложное, и морально это было сложно. То, что ты не понимаешь, когда это все закончится, ты не можешь строить свои планы. Ну, лично для меня это... Я держалась на морально волевых, честно. Очень было тяжело в эту атмосферу все влиться, и учиться было тяжело. Поэтому мы очень хотим, чтобы вернулось нормальное обучение, как это было раньше, чтобы мы увидели своих одноклассников, учителей, друзей школьных. Хочется прочувствовать это все опять. Купил ручки, тетрадки, купил новую форму для себя, почти подготовил учебники к сдаче. Многие врачи, в том числе и доктор Комаровский, говорят, что дети гораздо реже взрослых заражают друг друга. И ковид для них не опасен. Но, тем не менее, риск заразиться в школе есть. Как же обеспечить безопасность детей и учителей в школе? Нужно следующее. Во-первых, у детей, чтобы был крепкий иммунитет. Это самое необходимое условие того, чтобы детки были здоровыми. Для этого нужно заниматься физкультурой почаще. Родители, на них лежит ответственность. Да, чтобы на глазах учителей притирали почаще руки. Маски-то я не знаю, чтобы спасут или нет, но хотя бы рука. Руки, чтобы были чистые. Как маски, в первую очередь. Ну, второе, перчатки. Ну, и расстояние полтора метра. Масочки, естественно, все обработки должны быть. Уже через несколько дней начнется новый учебный год. За это время родителям и детям нужно купить все необходимое в школе и приготовиться к продуктивной учебе. А какой будет эта учеба, покажет время. С вами была рубрика «Хочу сказать».